МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер, в эфире программа «Контакт». «Контакт по понедельникам». Ну, как всегда, как вы понимаете, понедельник – день непростой, и поэтому только молодые, здоровые люди могут его воспринимать хорошо и считать, что неделя начинается, понедельник. Поэтому и наш «Контакт» – это контакт с молодыми для молодых и о молодых людях. Я получил много писем после последней передачи. Большое вам спасибо. Вот целая пачка, целая пачка. Вот видите, вот целая пачка у меня писем. Я их разбираю. Большое спасибо. Я постараюсь перезвонить там, где меня просят, и там, где есть интересный повод для разговора. И эти письма становятся основой, темой для будущих наших передач. Действительно, есть очень много интересных предложений. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что прекрасное предложение, интересное, которое мы уже здесь в редакции обсуждали на телевидении – предстоящие 60-летия победы над фашистской Германией. Для наших ветеранов и для их семей это очень серьезная дата, очень такая важная веха в жизни. И поэтому мне бы хотелось, чтобы в последующих наших передачах мы рассказали о наших ветеранах, о интересных историях, которые происходили во время войны с ними. То есть, пожалуйста, предлагайте, какие темы, какие идеи, связанные с войной, вы бы хотели увидеть на нашем экране в моей передаче. И я вам обещаю, что постараюсь сделать все возможное, чтобы ваши предложения обрели жизнь. Также, точно так же, как в прошлый раз, помните, у нас были прекрасные, интересные гости, и мы говорили о качестве жизни. Мне вообще очень понравилось это, как бы, предложение, идея качества жизни. Качество жизни тогда мы обсуждали с Михаилом Розенбаумом, Людмилой Борисовной Радманской. Прежде всего, я еще раз хочу поблагодарить моих гостей прошлого контакта, которые приехали из Бостона. Я надеюсь, что у вас там все нормально, снег не очень вас засыпал, и в Харфорде, и у вас тоже хорошая будет неделя, поэтому большое вам спасибо, и Михаил, и Людмила, за ваш приезд. Ну, а что касается идеи, которая тогда возникла, и при помощи, как бы, телезрителей провести вот такое исследование качества жизни наших живущих здесь русскоязычных американцев, то идея в письмах тоже показывает, что она понравилась, она интересна, и я, в общем-то, готов поддержать эту идею и посмотреть, действительно, какое качество жизни и насколько это качество лучше или хуже того качества жизни, которое имеют люди, живущие на Украине, в России, в других странах, в Германии, с которыми мы будем иметь контакты и сможем это сделать. Потому что то исследование, которое предлагает провести Михаил Розенбаум, оно будет проводиться одновременно в Америке и на Украине с помощью кафедры инженерной психологии Киевского университета. Значит, в чем суть? Буквально еще одну минуту. Суть в том, что Михаил Розенбаум, и мы просим вас написать, как бы критерии, по которым определять уровень качества жизни людей с 18 до 35 лет. Потому что раньше были исследования пожилого возраста, в будущем году предполагается сделать исследования школьников и студентов, а сейчас вот, так сказать, пробный шар мы запускаем, попробуем посмотреть, как живут люди с 18 до 35 лет, проживающие в Америке, русскоязычные. Что такое критерии? Ну, например, удовлетворены вы работой или учебой, нравится ли ваш досуг, как вы его проводите, или психологический комфорт в семье, или умение сдерживать негативные эмоции. Вот это есть те критерии, по которым надо будет как бы определять. Вот надо будет выбрать 20 критерий, а вот выбранные они будут исходя из писем, которые вы пришлете. Пожалуйста, пришлите письмо и напишите в нем 1, 2, 3, сколько критерий вы считаете, по которым вы считаете, надо судить нашу с вами жизнь. Ну, в общем-то, в данной ситуации людей от 18 до 35 лет. Пожалуйста, я попрошу буквально в течение передачи показать адрес, и вы укажете на конверте для Бориса Тенсора и адрес студии. Ну, вот это, так сказать, формальные. А теперь я хочу сказать, что разговор о качестве жизни прошлой передачей не закончился. Мы его только начинаем. Мы будем говорить о качестве жизни, и говорить об этом мы будем и с молодыми, и тоже с молодыми, потому что у нас не бывает пожилых людей. Люди, которые качественно живут, они все живут, они все молоды. У нас сегодня прекрасный, интересный гость, которого я считаю, что у него действительно качественная жизнь, качественное отношение к жизни, потому что этот человек молод, он творческий, он находится как бы все время в состоянии созидания. А вот как это ему удается? Кто ему в этом помогает? И как складывалась его жизнь, мы об этом узнаем. Итак, добрый день, Евгений. У нас в гостях оператор, прекрасный оператор. Ну, я не буду называть всякие твои регалии, там мы подпишем, будет написано там лауреат государственной премии, это все очень красиво. Но главное в моем представлении, что ты интересный человек, который имеет свой взгляд на мир. Не важно, что ты смотришь через кинокамеру, но в общем-то свой взгляд. Но начать наш разговор я бы хотел, Женя, если можно, вот с первых таких двух небольших сюжетов, которые ты снимал. Мы сейчас попросим, Ян, пожалуйста, включите первый сюжет, который у нас там есть на видеопленке. Прекрасно, спасибо. И еще, еще один маленький сюжетик. Пожалуйста, Ян, я понимаю, что это буквально еще займет пару секунд. Пожалуйста, покажите вот следующий сюжет. Костель слевого борта. Приготовиться на убой. Вот такие два в моем представлении очень интересные. Это ты сам снимал, естественно. Ах, конечно. И ты был в вертолете. Да, я был в вертолете. Идет вертолет. И вот смотри, две съемки. Съемки оленей, которых все любят. Съемки, как символа жизни, несущиеся вот этого стада в таком жизненном беге. И съемки волка. Волк, который тоже затравлен, несется, и он даже готов драться с вертолетом. Да, это хрестоматийный кадр. Между прочим, о нем много писали. О том, как затравленный волк бросается на вертолет в отчаянном, в отчаянии, понимаешь, что он погибает, и он бросается на вертолет. Это довольно знаменитый кадр. Вот. Это моя, может быть, первая, самая известная картина, которая была... Понятно. Но вот меня что интересует. Скажи, пожалуйста, ты оператор, вот для тебя, вот что интереснее для тебя снимать? Что как вот... Или для тебя все равно, одинаково, снимать вот как бы жизнеутверждающее, хорошее, вот бегущих этих оленей? Или волка? В общем-то, хищника? Да, он защищается. Да, хищник, который... Но в то же время, скажем, я бы не хотел попасть на дороге у этого волка, если бы мы с ним встретились, где-то я не думаю, что у меня к нему были бы очень... Вот тебе в жизни больше нравится снимать хорошее, плохое, или тебе все равно? Ты ведь оператор-документалист, да? Да, оператор-документалист. То есть я понимаю так, что... Можно рассуждать так, все, что ты видишь, ты снимаешь, так что ли? Это довольно сложный философский вопрос, и он очень часто поднимался в прессе и на телевидении везде, о том, какие меры допустимы людьми съемочной группы, что можно снимать, что не нужно снимать, должен ли оператор снимать все. Это довольно старая, известная полемика. Я лично могу сказать, что я люблю снимать фильмы о любви. О любви? Да, это 100%. Моя самая любимая картина, наверное, у тебя здесь нет, это картина о том, как знаменитый актер, режиссер, в общем, кинемарофист Леонид Леонид Чабаленский 80 лет женился на молодой девушке, и они прожили, значит, 10 лет. Фильм называется «Таинство брака». Это была очень известная картина в России. Это моя одна из самых любимых картин. Хорошо, но ты знаешь, вот тогда у меня есть догадка. Скажи, пожалуйста, вообще в нашей передаче мы часто говорим о семье, о детях, о взаимоотношениях родителей и детей. Ты рассказывал о том, что твой отец, вот сейчас мы возьмем несколько фотографий, что твой отец и твоя мама очень любили друг друга. Да. Вот это семейная фотография. Вот сейчас мы покажем семейные фотографии. Да, на этой фотографии это папа, мама. Слева, да, это... Да, в середине моя бабушка, слева вот я и мой младший брат. А вот сейчас я покажу сразу же, сразу же покажу еще одну фотографию. Ну, моя мама... Вот она немножко блестит. Так, бликует ее, если так расстраивать. Вот я уже взял, да, я уже взял. Вот моя мама в молодости. Это твоя мама в молодости. Ты рассказывал о том, что... Она была очень красивой. Она была очень красивая. Да, она когда шла по улице, народ оглядывался. И папа этим гордился. Папа любил ее? Да. То есть в вашей семье всегда была любовь? Да, это было, да. И как бы... Ну, наверное, ты это впитал, как ребенок. Тебе-то это было приятно? Вот как мальчишке, как сыну. Вот видеть, как папа с мамой любят. Я, может быть, я не очень это понимал. Я, например, даже стеснялся, что моя мама очень красивая. И что я иду, на нее оглядывается. Вот. И я как-то этого стеснялся. Это я потом понял, что я зря этого стеснялся. И я могу сказать, что мой папа гордился тем, что мама красивая. И он гордился, что у него такая красивая жена. Но я ее действительно очень любил. Вот. Хотя у них была большая разница. Около 17 лет была разница в возрасте. Вот. Но моя мама, когда папа умер, она не могла выйти замуж. Она сказала, что там приходили к ней очень солидные люди, красивые. И все. Она сказала, что не отец. Не отец. Он когда смеялся, у него даже глаза смеялись. Он настолько был обаятелен. Я редко видел такого... Может быть, это делало его от любви? От взаимоотношений в семье? Наверное. Ты даже услышал, как они ссорятся? Там ругаются? Это было? У нас итальянская семья была, да. Это было? Да. То есть, любовь не мешала каким-то таким выяснениям отношений? А то, что я видел, что он любит маму, это 100% обожал ее. Но семья была итальянская, было шума много. У нас русско-еврейская семья, папа русский, мама еврейка была. И вот я сейчас, пока мы поговорим, я попрошу Яна подготовить четвертый эпизод где мы сейчас посмотрим твою маму, как это все выглядит сегодня. У нас есть такие кадры. А пока вот я хочу сказать, что вот ты говоришь любовь. Любовь была в семье у тебя, родителей и как бы между родителями. Но любовь была и есть в твоей семье. Да. Насколько я знаю, вот мы сейчас возьмем снова, мы возьмем. Я не думаю, что эта вот девушка менее прекрасна, чем твоя мама. Ну вот история этой фотографии, как вам сказать? Это твоя жена. Это моя будущая жена тогда. Тогда она еще не была моей женой. Понятно. Еще одну фотографию мы покажем. Вот это так она выглядела. Вот, пожалуйста, Игорь, покажем. Это фотография, на которой ты встретился с ней, да? Ну, это кадры киногруппы знаменитого кинорежиссера Бориса Галантера. Это наша киногруппа. И мы снимали фильм в Перми про Надю Павлову, когда она стала знаменитой. Мы снимали фильм о ней. Вот. И на заключительный кадр надо было в «Осеннем лесу» снять это. Она как раз танцевала Ромео Джульетта тогда, Надя Павлова, да. Ну и надо было снять. И я как раз познакомился со своей будущей женой. А Павлова не отпустили, потому что было холодно. Вот, да, вот твоя жена. Да, это моя жена. Ну, это уже как бы спустя, да? Да, это здесь, это танка стоит. В общем, она балерина была, сейчас преподает балет. И ее не отпустили. Вот та киногруппа была. Это я сам позвал ее на съемки вместо Нади Павловой тогда. Это вы еще только познакомились. То есть, получается, что, вот ты говоришь, что это твоя любимая тема. Это вот эта фотография, предыдущая фотография. Да, большая, которая, да. Дело в том, что я пришел на киностудию в 28 лет. Я очень поздно пришел в кино. И толком, могу сказать, что я толком сильно не, очень сильно не снимал фотографию. И только потом, постепенно, когда я начал снимать хорошо фото, я потихонечку потом и перешел в кино. Вот эта фотография, вот этот портрет, это мой первый лучший портрет в моей жизни, снятый на фото. И он так и остался лучшим. Да, и он остался лучшим, да, и это оказалось, что это моя будущая жизнь. Сейчас мы попросим Яна показать видеосюжет, в котором твоя мама сегодня. И я, наверное, самая счастливая мать. Во-первых, я дожила до того, что у меня сын такой солидный. Жать, мой муж не дожил до этого. А так я счастливая мама. Я счастливая мама. Я благодарю Бога, что мне подарили таких сновидений. Знаете, Женя, Женя, он очень добрый. Во-вторых, он не мать. Хороший сын. Сын, он очень хороший. Во-первых, он очень заботится во мне. Очень. Ну, что я ему говорю? Я даже не могу выразить, он хороший, добрый парень. Хороший отец, хороший муж. Скажи, вот ты сейчас смущаешься. Ты весь сидишь такой, весь такой смущающийся. Я ведь не знал, какие... А ведь это хорошие слова, которые говорит мама. Я понимаю, что, в общем-то, мамы, наверное, о всех сыновях говорят хорошо. Но в то же время не всегда. Вот то, что мама говорит о тебе... Я ведь не знал, какие ты эпизоды выберешь для нашей передачи. Главное, чтобы ты действительно... Это твое первое ощущение тех кадров, которые ты видишь. Это мама. И поэтому еще один кадр. Еще один кадр. Следующий, где мы сейчас увидим, буквально следующий после мамы, где мы увидим... Мы увидим твою жену. Мне кажется, они немного похожи. Фамилию я имею свою, не его фамилию. Ну, это мой любимый человек. Я его люблю, какой он есть. О, золотые слова. Очень люблю. Да, но вот дальше идет у нас свадьба. Если можно, буквально следующий кадр у нас сейчас пойдет. Да, мы посмотрим тебя в молодости. Скажи, когда она тебя встретила? Ты ведь был симпатичный тоже парень. Ты тоже был, как сказать... Ну, мне было около 30 лет, да. Я еще такой же лохматый был, только не такой седой. Сейчас мы увидим следующий эпизод, буквально следующий. Вот. Такой же лохматый? Но ты не был таким седым, да? Вот смотри. Я женился на Ларисе. Это ты? Мы познакомились на съемках фильма «Джульетта». И она в моей жизни, видимо, главная, потому что благодаря ей я и стал тем, кто ей есть. Но один из этапных моментов в моей жизни... Так. Окей. Ну, вот, кстати, вот эти съемки уникальные, потому что они сняты на пленку на 35 миллиметров. И снял мой учитель Борис Шапир, знаменитый оператор. Он снял буквально три ролика по две минуты. Это вся свадьба. Сейчас вот все снимают по два часа, а у меня всего шесть минут. И моя жена сказала, не будем смотреть это 10 лет. Но я через пять лет... Не выдержал. ...решил, взял, напечатал и на киностудии сел в кинозал и стал смотреть. А у нас специальный кинозал на киностудии. Вдруг я смотрю девчонки, которые показывают киномеханицы. Говорят, о, говорит, эпизод, наверное, из художественного фильма. Наверное, какая-то свадьба какая-то, да. Ну, говорит, актеры какие бездарные. А потом смотрю, ой, это же Женя Смирнов. Да, вот так было. А вот ты снимаешь ведь документальное кино. Ты просто сказал, актеры бездарные. То есть как бы на профессионально... Для профессиональных каких-то там, я знаю, монтажеров или работников, мы порой бездарные актеры. Мы играем жизнь и играем ее не всегда удачно. А вот ты как документалист, который снимает часто людей. Вот сейчас мы, пока Ян подготовит нам следующий эпизод, это третий эпизод, где мы увидим чемпиона мира Анатолия Карпова из твоих. Скажи, пожалуйста, ты снимаешь разные. Ты снимал, наверное, сотни, тысячи известнейших людей. Да, так было. Ты, когда видишь их в камере, ты мог бы сказать об этом человеке больше, чем увидит зритель? Ты чувствуешь людей, ты понимаешь их? Вот у меня есть один знакомый человек, который говорил, я играю в оркестре на свадьбах, в ресторане. И очень часто, когда я играю, я вижу разные свадьбы, я вижу людей разных на этих торжествах, невест и женихов. И очень часто, глядя на жениха и невесту, я могу примерно сказать, как сложится эта жизнь. И очень часто я потом как бы, поскольку это были часто знакомые, спрашиваю, а вот как сложилась жизнь там? И вот мои, к сожалению, прогнозы зачастую правы. Ты оператор, ты смотришь людей, ты видишь людей, ну, при помощи увеличительного стекла. Можно так сказать? Нет, не думаю. Ты не считаешь, что твой окуляр, это какое-то особое стекло, которое показывает человека, как бы его самую суть, самую сердцевину? Ну, я могу сказать, что моя задача как оператора передать то ощущение, которое мы испытываем от общения с человеком. Это, естественно, моя задача. Моя задача как можно интереснее показать то, что задумал режиссер в фильме. Ведь я же не просто вот так беру человека и снимаю. Я беру, снимаю его не просто, а я снимаю с кем-то, кто уже этого человека решил снять. Моя задача как оператора, и я уверен в этом на все 100%, моя задача как можно лучше донести через посредством камеры то, что задумал режиссер. Я работал, и все зависит от того, какого класса режиссер, от того и зависит то, что получается играть. То есть класса режиссера, то есть то, как он сумел тебе передать свое чувство, свое отношение, ты это воспринимаешь и стараешься сделать изобразительным. Да, 100%. Так работали мои учителя, Борис Галантер и Борис Шапир, это были выдающиеся документалисты. Я не зря у них проработал около 4 лет ассистентом, прежде чем я стал самостоятельно. Сейчас мы посмотрим работу, которая меня, мне кажется, очень интересна, и которая тебя очень интересно характеризует. Пожалуйста, Ян, покажите работу. Это моя первая картина, самый первый мой фильм про Златоустую. И у меня был первый очень хороший режиссер Станислав Марков. А этот проход, посмотрите этот проход. Этот проход снят с рук, и тогда это было нечасто, это делалось. Это, может быть, Урусевский до меня делал. Вот, но этот проход меня сделал знаменитым на киностуде. Будучи ассистентом, я снял его, вот я иду за ним, на абордаж иду. Мне жалко, что это выцветшаяся уже пленка. Вот я иду, вот с оператором чуть не столкнулись, он ушел в сторону. Я его обхожу, сейчас он сядет за стол. Это кадр из фильма про Златоуст, в том же вооружении Златоустов. Мне пришлось сесть с камерой, потом я поднимаюсь и делюсь. Но что потрясающе, вот сейчас мы увидим следующие кадры, кадры доминой печи. Прямо после этих кадров. И они настолько вместе созвучны, вот после этого прохода, после этого чемпионского лица Анатолия Карба. Вот сейчас мы увидим. Ну это была очень неплохая картина, тогда редко делались такие фильмы про город. Вот смотри, это потрясающе. Но власть ее не приняла. Но власть ее не приняла. Сейчас мы об этом поговорим, сейчас закончится сюжет. Это ведь, ты как-то снимаешь, там же жарко, наверное. Да, это было под печкой, я лежал меня войлоком на кулах. Это моя первая картина, одна из моих любимых. И это очень интересно. Ты оператор, оператору приходится, значит, в особых условиях разное. То ты идешь за Карповым, идешь сзади и стараешься, как бы, попасть в этот ритм, снять это все. Потом ты сидишь под плавильной печью и тебя накрывает там чем-то. Ну это в разное время, не одинаково. Нет, я понимаю, что это не водитель, это все репотирует. Я понимаю. Бывает месяц, бывает несколько месяцев. Не важно, не важно, это твое отношение. И там, и здесь ты практически как бы внутри самого проекта. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, как все это началось? Давай начнем немножко. Мы настолько, как бы, кусками уже посмотрели твою жизнь. А теперь давай начнем. Как ты вообще попал в операторство? Да, это был сложный вопрос. Ты родился, что ли, в семье операторов? Нет. Нет. Я родился в семье, которая никакого отношения почти к искусству не имела. Мой папа был знаменитый обувщик, так сказать, он был директор гигантской фабрики. Вот. К искусству никто не... Просто у меня получилось так, что, прожив 28 лет, пройдя армию, учился в институте политехническом, мне ничего в жизни не нравилось. Честно скажу. Так как-то хотели родители, чтобы я был инженером, и так я и пошел по этим стопам. А на самом деле, видимо, я хотел быть журналистом, наверное. Вот. Но тогда в университете брали в армию, так сказать, это, если человек просто технического не брали. Но я все равно так и так вылетел из института, я попал в армию, потом пришел из армии, работал, учился, и жизнь не складывалась. Не складывалась по одной простой причине, не было любимого дела. И в это время... Тебе было сколько лет? 28 лет. 28 лет, нету любимого дела, чем заниматься, непонятно. Даже любимой девушке не было. В это время люди... Да. Уже практически все уже кругом женились. У меня все друзья, все были женаты. Один я такой, не пришейка, были хвосты. Но в это время мы с другом решили заняться любительской съемкой, немножко позанимались, и вдруг объявление на киностудию. То есть была любительская камера? Да. Домашняя какая-то камера? Да, мы сидели... Это была его идея, что-то снять? Что это было? Да. Семейное кино? Что это вы снимали? Мы с другом снимали, ну, все, что поднялось. Это сюжет. Потом сидели, монтировали среди Кульманов, все там чертят что-то, а мы там сидим, монтируем что-то. И в это время объявление в газете. На Свердловской киностудии требуются курсы ассистентов операторов. И мне мой друг сказал, ты же все равно не любишь эту профессию. Иди. А меня что держало? Семьи нет, ничего нет. Я взял и пошел. И меня взяли. Ну, смотри, я понимаю, ассистент это человек, который зарабатывает копейки, таскает больше всех. И перспектива непонятна еще. Абсолютно была. Абсолютно не перспектива никакой. Но я была настолько была тоска в жизни, что я пошел туда. И с первого же дня я влюбился в это дело. Через месяц я был на съемках в Арктике. Я плавал месяц на ледоколе. Снимал белых медведей уже на фото. Я начал быстро учиться снимать на фото. Я когда приехал из Арктики и в нашей компании, где все уже солидные люди были, один я, когда я начал разговаривать, я оказался самым интересным человеком. Я только посмотрел на них и подумал, они же никогда этого не увидят. И с тех пор я влюбился в эту профессию. Потому что, как вам объяснить, оператор-документалист это такое разнообразие. Вот я могу просто привести пример. Значит, мы снимали фильм про Надю Павлова. Приехали из Перми и стали снимать в павильоне, я был ассистентом, оперету. Там гигантский павильон и отрывки из оперета. Следующий фильм про свинарники и коровники. Вот мой вопрос. Такое разнообразие. А ты когда снимаешь, ты всему этому учишься, то ты знаешь уже какие-то балетные термины, па, а потом ты знаешь, как свиней воспитывать или как растить. Это есть документалист? Это да, есть документалист. И вот эта вот часть жизни тебе нравится? Абсолютно. Что ты как бы во всем. Каждый день новая. Практически получается каждый день новая. Ну хорошо. Вот сейчас, например, смотрит нас кто-нибудь там, человек, который тоже ищет себя и не знает себя найти. Ты бы сегодня ему посоветовал пойти в оператор? Сто процентов. Почему? Я иногда мне сниму. Но сегодня все снимают. Сегодня же у всех камеры. И все сегодня умеющие люди. Да. Но не все хорошо снимают. Я считаю, что оператор, который прошел киностудию, ассистентскую, не зря вот Игорь Чептусов, ваш оператор, я его спрашиваю иногда, ну почему люди так плохо снимают? Он говорит, Жень, ну они разве прошли нашу школу, ассистентскую? Ведь любой кадр, который ты снимаешь на киностудии, смотрит АТК на большом экране. Каждый кадр твоей работы смотрят люди. И ты, не зря это видео, оно разбаловало нас, потому что там была пленка, и мы все время думали над каждым кадром. Думали. Надо бы иногда было... А почему думали? Иногда репортаж был, но все равно... А как? Ее давали мало. Она стоила дорого. То есть у вас был лимит пленки, и надо было вложить в этот... Мы иногда специально в сценарий закладывали съемки животных, съемки детей, потому что на это давали больше лимит. Но больше, чем 1 к 8 не было лимит. 1 к 8? Да. А потом, может быть, иногда спев были какие-то фильмы, где можно было... Я снимал советско-американский фильм, там было, по-моему, 1 к 50. Но это американцы давали пленку и мы снимали. А сегодня можно 1 к бесконечному. А здесь сколько угодно. Вот у меня сейчас камера девика моя личная, с которой я работаю. Я уже 5 лет не работаю в этом павильоне. В этом павильоне я проработал 5 лет. В этой, на нашей студии? Вот прямо здесь. Вот здесь я сижу, только с другой стороны. Это я сижу вот на этом месте. Я здесь никогда не сидел. Здесь сидел Ростов, здесь сидела Марина Левенсон. Кого здесь только не было. Я был с той стороны. Вот где сейчас... А как ты считаешь, как лучше? Где лучше? Сейчас где-то и сидишь или нет? Нет, там. Там лучше. Там интереснее. Там ты больше видишь? Там вообще интересно. За камерой всегда интересно. Я иногда вот, мне снится и думаю, а кем бы я хотел быть? Вот в другой жизни. Я так думаю, я бы хотел быть оператным только раньше. Не в 28 лет 5, а сразу же начать. Вот у меня есть одна еще и фотография. До перерыва, я надеюсь, мы сейчас успеем ее показать. Это фотография, мне кажется, очень такая интересная. Это моя ассистентская жизнь. Сейчас мы ее вначале покажем, мы ее не будем трогать, будет ее хорошо видно сейчас. Вот. Это твои учителя, да? Да. Вот слева это Борис Галантер, знаменитейший режиссер, потрясающий режиссер. За камерой этот объектив называется 640-й, трофейный немецкий объектив Бориса Шапира. Это твои учителя. Да. Но вот что интересно. Он такой как базука, такой здоровый. Его надо собирать только минут 15-20. Спасибо. Я его петь не мог, когда был ассистентом. Вот. Но эффект от него, кинонаблюдение со страшной силой. Ты далека снимаешь, и ты можешь... Но вот что интересно, что вот когда ты мне рассказывал, и мы с тобой смотрели эти фотографии, что очень интересно, ты рассказывал, что ты его ненавидел, терпеть не мог. Да, и штатив, и штатив там тяжеленный был. И штатив, и штатив, и штатив, и все это ужасно, когда ты был ассистентом. И вот когда ты становишься сам оператором, ты берешь этот объектив, который ты ненавидел. Что это такое? Это привычка? Нет. Или ты начинаешь понимать, что это действительно профессионально? Я как начал, когда стал самостоятельно снимать, я взял легкий штатив, я взял объективы не тяжелые, и начал снимать. И вдруг я почувствовал, что то, что мои учителя снимали так классно, я не смогу. И я единственный стал брать этот ящик с этим объективом, больше никто на киностудии не брал. А он у меня всегда был в комплекте. Ты такой здоровый, ты можешь все это таскать? Я крепкий, я не слабый. Я не слабый. Прекрасно. Для меня вот странно немножко то, что это... Я же не знал, что у тебя передача о молодых и с молодыми. Не понял. Как это? Да. А ты что, не молодой? Я уже седой человек, но в старом я себя не чувствую. Хорошо. Значит, мы сейчас, наверное, сделаем с вами маленькую рекламную паузу, после которой мы с удовольствием вернемся в студию, и у нас в гостях Евгений Смирнов. Оператор и творческий молодой человек. Артен, WMNB, лучшее американское телевидение на русском языке. Только у нас информационные, публицистические и развлекательные программы на любой вкус. Новости, концерты, художественные фильмы, образовательные программы, юмор, ток-шоу. Здесь вас ждут интересные встречи с любимыми артистами, художниками, музыкантами, общественными и политическими деятелями. Артен, WMNB, это ваше телевидение. С вами Борис Тенцер, и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня интересный гость Евгений Смирнов, оператор. Человек, который смотрит на жизнь своим взглядом через, иногда через камеру, а иногда просто как бы в жизни тоже наблюдая. Потому что жизнь, которая была в его семье, она была в любви. И то же самое он перенес в свою семью. У него тоже любимая жена, 30. Сколько вы прожили вместе, Женя? Ну, женатому уже 28 год, но знакомым больше 30. Так вот, представляете, человек прожил более 30 лет, и знакомый более 30 лет, и у них есть сын. У них есть сын, которого мы сейчас с вами и посмотрим, и мы попросим сейчас Яна найти седьмой эпизод. Это у нас будет... Поздравляю тебя 60-летним, и будь всегда как самый молодой 60-летний оператор. И я думаю, что ты все еще будешь пахать до не знаю сколько лет, потому что это твой характер. Так что поздравляю тебя, давай, целую. Вот такой у тебя сын, да. Но у нас есть еще фотографии, которые мы сейчас посмотрим, что все не так просто. Вот сейчас нам Игорь покажет фотографии. Вот это сын. А если мы чуть-чуть подвинем камеру, сейчас мы... То это мама. Ты посмотри, они в одинаковых позах. Они занимаются одним и тем же делом. Да. Мой сын... Значит, первый вопрос. Спасибо, Игорь. Скажи, пожалуйста, мама, что ли, командует вас семьей, и как бы сына взяла под свою опеку, и он стал заниматься балетом, поэтому он не пошел в операторы? Это немножко странно. Ты вообще хорошо воспитатель? Нет, никакой. А тебя папа хорошо воспитал? Нет, почти не воспитал. Тоже. И поэтому у тебя нет традиции воспитания, что ли? Нет, наверное. Нет. А сын, ты доволен сыном? Доволен. Почему нет? Он не пьет, не курит, не гуляет. Я его когда ругал, я его когда-то, когда бывало, что я такой в семье не очень хороший отец, иногда кричу, там ругаюсь, он мне иногда говорил, папа, я ж не пью, не курю, наркотиков не принимаю. Ты даже не знаешь, какие есть плохие дети. Я говорю, да, хорошо. Но то, что он пошел в балет, это может быть даже немножко случайно получилось, потому что когда мы приехали в Америку больше 10 лет назад, он немножко так балетом занимался. Просто была школа, где в этой же школе был еще и балетный класс, и моя жена там преподавала. И он немножко там встал. Когда мы приехали, ну, денег нет, куда-то его девать, платить за что-то, так сказать, он у меня ходил в карате немножко. Ну, мы взяли его, отдали в Нью-Йорк-сити балет, привели его, его взяли. За это платить не надо было. Нуреев сделал так, что мальчиков в Нью-Йорк-сити, по-моему, Нуреев это сделал, что это обучают бесплатно. У него были данные, он начал заниматься. И буквально в первый же год он уже танцевал детей в щелкунчике в Нью-Йорк-сити балет. Получалось это 10 долларов за выступление. Скажи, пожалуйста, вот... Первый денег получил в нашем селе. Вот сын, твой, зовут его Николай, Коля говорит тебе, папа, ты все равно, так сказать, фанатик, и там всю жизнь этим занимался, и продолжай заниматься, и тебе сила, и здорово, и так далее. Но я знаю, что в твоей жизни был, в общем-то, момент не самый простой. В каждой жизни человека что-то бывает, что-то случается. Скажи, ты вообще сильный волей человек? Нет, я наоборот, я наоборот очень безвольный это, и это, и трусливый. Прекрасно. Уважаемые телезрители, не каждый день мы можем услышать от наших гостей, как они говорят, что они вот такие. Я с тобой позволю не согласиться, и вот почему. И сейчас я думаю, что наши телезрители тоже будут иметь такую возможность. Что произошло с тобой, когда тебе было? 44 года. 44 года. Расскажи, пожалуйста. Ну, я кинооператор, это, в общем-то, так сказать, образ жизни такой, как бы я курил много и выпивал. То есть, ты не сын? Друзей было много, да. Друзей было много. Вот, жена уехала на гастроли, вот, и это... Я там загулял, и у меня был инфаркт. Инфаркт, потом дальше хуже. 44 года. Да, 44 года. И я вдруг стал инвалидом. Потом я был... Просто инвалидом, то есть ты плохо себя чувствовал и... Да, меня повезли в Киевский институт Строжевского. Я был в Киеве, из Свердловска. Мама меня сопровождала как инвалида. А в Киеве работала моя сестра на коронографии. Мне туда залезли внутрь, сняли на пленку, на кинопленку, кстати. А потом институт Амосова, и там сказали, один сосуд больше 90, другой больше 60. Нужна операция на сердце. Срочно? Ну, не срочно, но надо. Я, в общем-то, ходить не мог. Только на таблетках, на нитроглицерине. И мне сказали, что на всю оставшуюся жизнь, вот здесь таблетки, вот, кроме фотоаппарата, ничего поднимать нельзя. Вот, и операция на сердце. И я тогда, я помню, что жить не хотелось. Просыпался. Я действительно боялся. И от одной мысли, что мне нужно операция на сердце, у меня душа в пятки уходила. И жить не хотелось. Но потом мне повезло, потому что я услышал про метод Бутейко. То есть это как-то произошло случайно? Как это вообще произошло? Это получилось так, что у нас на киностудии как раз, вот, только начиналась как раз классность. И тогда у нас на киностудии один режиссер, он был тогда еще и порторгом, он снял картину, так называлось «Друзья и враги доктора Бутейко». Он поехал в Новосибирск, где в то время, значит, Бутейко открыл кооперативы. Бутейко, это был ученый, которого была лаборатория, он был кандидат на лабораторию. Когда он сделал свое открытие о том, что дыханием можно вылечить кучу болезней, то это оказалось, что противоречит всей медицине практически. Его лабораторию разогнали, и он был 20 лет без работы. Но уже о нем узнали журналисты, и вот он 20 лет как-то держался за счет того, что его поддерживали те люди, которых он вылечил, журналисты. А когда началась перестройка, он открыл кооператив. И вот в это время ты о нем узнал? Я в это время узнал, но когда я спросил у врачей, я как член Союза кинофистов был в очень престижной поликлинике Уральского научного центра. Да, да. Я когда сказал, мне сказали, да что ты, Женя, это чистой воды шарлатанство, потому что мы понимаем, что дыханием можно астму вылечить. Но он же говорит, еще там куча болезней, 150 болезней. Это, говорит, шарлатанство. Но от того, что я трусливый, я так боялся операции, что я готов был на что угодно. Я поэтому позвонил туда, мне сказали, приезжайте. Я не очень в это верил. А, может, еще элемент то, что как бы существовало кино. Ведь ты человек кино. Вот ты увидал как бы пленку. Пленка на тебя действует вообще? Ну, там не было, про мою болезнь не было. Ну, вообще, а я прям человек. И ты увидал ведь человека этого в кино? Я его даже не видел. Мне просто о нем рассказывали. Давай мы сейчас попросим Яна посмотреть следующий эпизод, в котором мы увидим немножко Абутаика. И дальше продолжим. В 2003 года, немножко до двух лет лет затянули, мы выдали адское свидетельство. В общем, 22 года шла борьба. И мы все-таки победили. Бюрократию медицины. Значит, мне сказать, что это единственный победитель, который в медицине победил. Все остальные были уничтожены. Потому что открыватели не раздышиваются. Или попадают в психушку, или инфаркт, инсульт, и так далее. А я открыл то, от чего погибают эти самые открыватели. Поэтому я был здоров, а мои противники погибли от инфарктов, инсульта, попали в психушку и так далее. Получилось наоборот. Корректор А.Кулакова Это фильм, который снял ты. Да, это мой единственный фильм, который я снял как режиссер, оператор и как бы сам смонтировал. Это вот ребята, которые лечатся по методу Бутейко. Да, вот в спортивном зале последовательный Бутейко. Вот там интересный очень диалог, вот послушай. Декларация прав ребенка, согласно этой декларации, вы хотите сниматься или нет? Сниматься это право детей, хотят снимать, не хотят, не снимаются. Хотите, чтобы вас снимали в кино, у нас в гостях в Свердловске на студии? Да. Хорошо, а есть кто не хочет или нет таких? Все хотят, так? Все, тогда переходим к нашему занятию, к обычному занятию. Значит, вне зависимости от этих съемок. Итак, что же открыл доктор Бутейко? Так, что? Причину болезни. Причину болезни. В чем это причина? Кто может сказать? Так, Роман. В глубоком дыхании. А с чего вы это взяли? Вот любой скажет, что причина экология, плохое питание там и так. Ну, смотреть его фильм можно бесконечно. Я понимаю, что мы оборвали на самом интересном. Особенно, когда говорят дети, мы любим это смотреть. Да. Кстати, я хочу попросить одну секундочку. Мы сейчас с тобой продолжим разговор о Бутейке и о том, что стало с тобой. Но вначале я хочу попросить, Яна, пожалуйста, покажите на экране номера телефонов, по которым к нам могут дозвониться. Будут люди и вопрос тоже Жени и все, что их будет интересовать. Телефоны в студии, да, на экране. Скажи, пожалуйста, так что с тобой случилось? Ты вдруг ожил? Или ты поверил шарлатану? Или ты поверил вот этому внушительному, ровно стоящему мужчине? Ну, в общем, моя жена взяла отпуск в театре без содержания. Мы поехали туда. Мне ребята с новосибирской студии устроили номер в академной родке. И я стал заниматься. Я прошел два курса. Там курс был две недели. Через две недели... То есть в течение месяца ты находился под... Да. На глазах у жены я из развалины и инвалида превратился в того мужика, парня, которого она когда-то любила. И через месяц ты вернулся на студию? И вместо фотоаппарата опять взял камеру, поставил на плечо и... Да. И с тех пор ни одной таблетки в жизни не любил. Это прошло уже 16 лет. Если взять... Ты рассказываешь фантастические истории. Если говорить о камере, вот здесь на телевидении W было три камеры. И значит, все почему-то хотели взять полегче камеры. Две были довольно легкие, а одна была очень тяжелая Экигами. Я сказал, ребята, дайте мне Экигами. А у вас будут... У нас будут три оператора. Они говорят, пожалуйста. И я работал с камерой Экигами много лет, которую я однажды взвесил вместе с поясом для света, с лампочкой камеры, с батареей. Ровно 16 килограмм. Пут. И вот эта камера... Я хочу перевести, что это 3,34 паунда. 16 килограмм. Да. Да, 16 килограмм. Но она зато на плече стояла мертвая. И если я куда-то наезжал на крупный план, у меня план не дрожал никогда. Так что я работал с такой вместо фотоаппарата. Для меня это фантастика до сих пор. До сих пор я... До сих пор иногда, как подумаю, я в этом даже... Трудно поверить, что я... Вот 10 лет, сколько я здесь работаю оператором, и 5 лет работаю на W, я ни одного дополнительного не брал вообще-то. Скажи, пожалуйста, и вот ты решил сделать об этом человеке фильм? Это единственный фильм, в котором ты и оператор, но и режиссер, и сценарист, и автор, и все что угодно. И на свои деньги. Да, на свои деньги. Для чего ты это сделал? Ну, мне предлагали сделать на разных студиях, но я не хотел, чтобы это было принадлежало кому-то. Я хотел, чтобы это принадлежало мне. Но я ее снял, правда, на полулюбительской камере, на видео. Но я снимал год ее делал. А почему вообще ты снимал ее? Это что, это была благодарность этому человеку? Да, наверное, да. Или ты хотел людям рассказать? Да, да, да. Потому что я могу сказать, что когда я буквально через 10 дней я бросил все лекарства, и я ночью просыпался, у меня жена еще спала, а я просыпался и начал писать сценарий. Я оператор, я никогда в жизни не писал сценарий. Я сидел и писал сценарий. Ночью? Ночью. Он был смешной такой. Открытое письмо, фильм, сценарий обращения. Открытое письмо Брежневу и Горбачеву. Ой, нет, Горбачеву и Рейгану. О том, что вот живет гений, а столько людей гибнет, и надо бы, чтобы об этом все узнали. Окей. У нас есть уже первый звонок. Пожалуйста, кто у нас на линии? У нас линии Лев из Деловера. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Вы с нами в студии? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Алло? Да, да, вы с нами в студии, Лев. Здравствуйте. Алло. Да. Женечка, дорогой, это Лев из Тауляки Перми. Сейчас я живу здесь в Деловере. Рад видеть тебя на экране, дорогой мой. Рад видеть твоего сына, которого вижу в первый раз уже. Счастлив увидеть твою жену Ларису. Лева, сын работает в Сарасоте, в театре. Закончил Нью-Йорк-Сити балет и работает. Это Лев Асауляк, знаменитый танцор, лауреат Варнинского фестиваля. Потрясающий был танцовщик в Перми. Лев Асауляк. Сейчас он преподает... Где Лева? Сейчас в Филадельфии, по-моему. Я в Деловере. Деловере. Есть балетная компания у нас. Балетная компания. Я преподаю здесь. Лева, рад тебя слышать. Лев, приезжайте к нам в студию. Расскажите, чем вы занимаетесь в Деловере. Покажете, может быть, какие-то фотографии, фрагменты. По крайней мере... Я занимаюсь. Фантастически. Я занимаюсь. Вот, добро пожаловать. Чтобы о вас узнали больше. Мне достаточно того, что Женя вас рекомендует. Большое спасибо. Моя жена работала с вас. Это я оставил свой номер телефона в студии. Прошу, Женечка, я тебя прошу позвонить мне. Хорошо, вы оставите телефон. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Женя. Спасибо. Мы сказали, да? Да, фантастика. Даже Лева позвонил. Скажи, пожалуйста, вот ты сделал этот фильм, но все равно у тебя появилось желание быть режиссером, быть как бы главным, делать картину? Нет, никогда не было. И никогда не было. Это я... Вот только на этот фильм меня хватило. Потому что жена, когда я монтировал все дела, она сказала, Женя, я не хочу, чтобы ты был режиссером. Ты так нервничаешь, как никогда в жизни. Я действительно не хотел. Мой учитель когда-то, вот он знаменитый оператор, работал с Галантером. Другие операторы были хуже, и они вдруг хотели стать режиссерами, потому что, может, денег больше, престижнее. Их называли режоперами. Режиссер-оператор. Вот. И они, я спрашивал, говорю, Боря, ну почему же, они же хуже тебя, они уже вот хотят режиссерами и снимают сами. Он говорит, Женя, я, говорит, не Галантер, а хуже я не хочу быть. Прекрасно. У нас есть звонок. У нас с нами Михаил, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Михаил, вы с нами в студии. Добрый день. Здравствуйте. Вы меня слышите? О, еще как. Здорово вы сегодня придумали. У меня жена все время меня говорит, почему в контакте не выступают сотрудники РТН. Все-таки нам интересно знать, кто там работает. Да сегодня очень хорошая передача. Но у меня к вам просьба. Возьмите не только Смирнова, а возьмите самых своих крупных начальников, Голуба, Котцова. Вот скажите, чтобы зрители просят, чтобы они к вам пришли на контакт и чтобы мы посмотрели, рассказали так же, как вы здорово рассказали сегодня о Смирнове. Это будет очень большое дело. Михаил, большое спасибо. Это может быть хорошая идея. Я просто не знаю, как много у нас людей таких здоровых, молодых. Нет, у нас все здоровые, все молодые. Я извиняюсь перед нашими коллегами. Я думаю, что... Еще опять же, я не работаю на РТН, уже 5 лет. Я не сотрудник РТН, уже 5 лет. Да, я должен сказать вам, господа, что сегодня Женя не сотрудник РТН. Уже 5 лет. И, кстати, я хочу тебя спросить. А почему ты не сотрудник РТН? Ты сейчас на свободных хлебах. Так. Это хорошо? Это... Ты знаешь, тут есть такой момент. Я прошу прощения за сравнение, но, как бы, когда собака находится на цепи, она всегда знает, что ее накормят. Но когда она гуляет одна по улицам, то она не знает, что у нее ждет завтра. Согласен. В свое время когда-то W обанкротилась. Помните, была такая история, когда она обанкротилась. И тогда меня уволили. Да, я привык к зарплате. Я 5 лет работал на W. У меня была... Но это не был Маргол, у тебя увольнял Маргол. Да, нет, Маргол. Это я так. Да, меня уволили совсем другие люди. Причем в этот день Эмма Тополь на радио W сделала с одной часовой передачи в открытом эфире. В этот день меня уволили. Ну, и я расстроился... Ты смог перенести все это легко? Я перенес, но тяжело, правда. Дышал ты глубоко? Нет. Нет. Но я перенес тяжело. Но потом мне сказали, что моего класса оператор, если в Америке, я американец, обычно не работает на телевидении. Он имеет свою аппаратуру и работает по частным заказам. Что я и сделал, это я... Меня заняли... Деньги, друзья, малознакомые даже люди заняли мне денег. Я купил аппаратуру. И буквально через неделю приехал Савва Кулиш из России, знаменитый режиссер. Я с ним работал неделю. Так пошло. Прекрасно. У нас есть еще один звонок. Следующий, пожалуйста. У нас в студии Семен из Колорадо. Здравствуйте. Семен, вы с нами в студии. Здравствуйте. У меня конкретный вопрос. Меня очень заинтересовал ваш фильм о Бутейко. И немножко погромче все сначала. Меня очень заинтересовал ваш фильм о Бутейко. На что? Фильм. А, фильм? Фильм ваш, который вы сделали. Каким образом его можно получить, купить? Вы имеете в виду фильм о Бутейко? Да. А, понятно. 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 Хорошо, спасибо большое, Семен. Ты хочешь что-то ответить по этому поводу? Ну, этот фильм, так сказать, его нет. Ну и что? Это не пособие по Бутейко. Это не пособие. Это документальная картина про моего учителя. Там нет технологии этого. Но я могу сказать, что пойдите в книжный магазин, русский магазин. Там есть много книг по Бутейко. И там много книг, чуть не там это, дыхание по Бутейко. Возьмите, есть книга, знаменитый вот такой, который про голодание, как в русский. У него тоже там есть про Бутейко есть книги. Посмотрите книги. Если возьмите, откройте, в интернете есть очень много, уже около полу, полтысячи сайтов. Сейчас, потому что метод идет в Австралии, Новозеландии, в Англии, в Германии. Он уже пошел. Особенно Астму сейчас. Я хочу сказать, что когда я общался с Женей, он был у меня дома, и мою жену это так заинтересовало тоже, что она пошла в интернет и нашла десятки, сотни сайтов американских, австралийских, английских, новозеландских. Метод Бутейко сегодня известен. И вы можете всегда посмотреть это на интернете. А сегодня мы говорим с Женей Смирновым, нашим прекрасным оператором, нашим современником, человеком молодым, который смог победить самого себя, победить свою болезнь. Я вспоминаю слова, которые сказал когда-то Генри Питчер, американский общественный деятель, он когда-то сказал, что человек нет победителя сильнее того, который победил самого себя. Ты победил самого себя. Это не я победил, это мне помог Константин Павлович. Да, у нас в студии Вера из города Бостона. Здравствуйте, Вера. Да, это Вера Фридман из Бостона. Женя, здравствуйте. Мы Женю знаем всю жизнь. Мы очень рады видеть его на экране. И просим передать привет маме и Ларисе. Мама Моисей, то есть Вера и Моисей. Женя, вы забыли нас? Да, земляки мои. Женя. Конечно, так же не будет. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Ну, у нас сегодня встреча, как бы, встреча фронтовых друзей. Скажи, пожалуйста, вот ты стал, как бы, на своих самостоятельным художникам. К тебе стали обращаться режиссеры в России, в Америке. И поэтому я бы хотел показать один эпизод из последнего твоего, одного из последних твоих фильмов, который называется «Вася». Это фильм о Василии Яковлевиче Ситникове. Это художники. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, посмотрите внимательно, как оператор снимает героиню. А потом мы вам скажем, как он снимал, и он расскажет сам. Пожалуйста, мы попросим сейчас Яна показать следующий эпизод. Я не терпеть не могу оригинальничать, я выносить не могу. Это фальшив. Я стремлюсь к каким-то определенным цели, а если это, само собой, как-то и выглядит иногда оригинально, ну, я не виноват. Я не виноват. Ну, хорошо, вы же не согласны быть таким, как все. Вы же категорически отрицаете общество. Наоборот, я хочу быть таким, как все, и как хорошие. Не как все, а как хорошие я хочу быть. Как самые лучшие. Как в писательстве говорят. Есть плохой писатель, а есть хороший писатель. Есть плохой актер, а есть бредательный актер, а есть гениальный актер. Искусство – это качество, и ничто больше. Искусство – это качество исполнения яд. И больше ничего. Искусство – это качество исполнения, и больше ничего. Это слова Василия Яковлевича. Скажи, пожалуйста, ты такой же фанат, как вот ты снимаешь фильм об этом художнике, фанате. И это женщина. Сколько времени ты ее снимал? Ну, это очень серьезная картина. Может быть, после этой картины я все-таки серьезно занимался кинематографом в документальном кино до Америки. И это, пожалуй, моя самая серьезная работа, которую я сделал здесь. У меня, кстати, один маленький момент. Ты когда приехал сюда, как долго у тебя было ощущение, что ты сделал это неправильно? Ну, пока я камеру в руки не взял. Это больше года прошло. Пока меня не взяли на Артиен, который еще был в Стэнфорде. Только я получил в руки камеру, я сразу забыл о том, что так у меня было такое тяжелое состояние. Я когда видел людей с камерой на улице, у меня истерика была, я три дня мог из дому не выходить. А вот эту женщину, значит, сколько времени ты снимал? Ну, этот эпизод мы снимали в течение чуть ли не четырех часов. И вся картина, эта часть...